Чтобы понять содержание этой пьесы, нам нужно не скатываться от музыки и переместить внимание на проблему вопроса сознания. Эти вопросы имеют первостепенную роль для понимания музыкальных текстов сознания. Сознание человека, сознание времени, сознание страны и народа, с представителем которым мы общаемся, оперируем. Сегодняшние представления о гномах сильно отличаются от представлений людей середины XIX века. В нашем зазнании, к сожалению, уже наслоились гномы из кинематографии, из мультфильмов диснеевских, из других источников массовой информации, которые очень сильно искажают наше представление о том, какой был гном в XIX веке. По крайней мере, европейское о нем представление, поскольку гном в современном мире – это порождение европейской культуры. На сегодняшний день это симпатичные, смешные и грациозные существа в шапочках с пумпончиками, которые вызывают добродушные логики. Гномы XIX века – это малорослый народ, обладающий сверхчеловеческими качествами. Они одинаково свободно проходят сквозь стены, скалы, гранит и любые другие материальные препятствия, живут под землей. Это, кстати, очень важно. Почему важно, я скажу чуть позже. Из человеческих качеств приписываются в основном только шаржевые тогда качества, пародийные качества. Они необыкновенно самодовольны, заносчивы, чересчур серьезны, жадны к материальным ценностям, лишены чувства юмора, от этого они становятся еще смешнее, когда они оказываются среди людей. То есть гном XIX века – это пародия и шарж на человека, ко всему человеческому еще обладающий маленьким очень ростом, поскольку в пещерах под землей ему ходить маленькому легче, но и, ко всему прочему, обладает сверхчеловеческими способностями. Поскольку Мусорский был чрезвычайно силен именно в пародиях и музыкальных шаржах, по воспоминаниям современников, когда он спонтанно импровизировал на всякие сатирические и юмористические темы, он доводил публику до хохота, буквально публика просто падала от смеха, то, что Мусорский вытворял в Израиле. Но что интересно и что самое главное, как настоящий артист, Мусорский не исполнял пародии, а перевоплощался. И в этом был его секрет, и его гениальность, и его воздействие на публику. Поэтому здесь мы уже перейдем на ступень глубже к рассмотрению того, как надо относиться к этой маленькой характерной пьесе. Мусорский не играет на Райля, а преображается. Мы уже не Модеста Петровича перед собой видим, а вот именно Тролля, Наина, Нибелунга, Гнома, Сацверга, кого угодно. Со всеми ужимками. Разумеется, когда мы должны это исполнять, мы не должны переигрывать. Это плохие актеры, как говорят, когда они наигрывают. Но и нельзя упускать некоторые актерские акценты, которые подчеркивали бы присутствие автора. Так что Гном – это уже то, что я вам поведал. На базе европейского знания, европейской мифологии, таким, каким он пришел, этот миф, в Россию, это уже идеальная почва для юмористического, сатирического и сюрреалистического таланта, которым обладал Мусорский. В этой пьесе Мусорский полностью дает волю своей фантазии в ироническом, саркастическом и юмористическом направлении. И вот сейчас я хочу, прямо перейти к тексту, чтобы мы вместе посмотрели на всю эту шаржевость и резкие контрасты, которые очерчивают появление Гнома. По всей видимости, Гном нарисовался из-под земли. Выпрыгнул, так как мы знаем, что они внезапно выскакивают и пугают. Реакция. Естественно, всякие нелепые прыжки, ужимки и все прочее. Очень характерное начало, которое можно отнести к образу любого Гнома из любой европейской страны, европейской мифологии. Но сейчас мы перейдем к тому, как образ будет трансформироваться. Начинается удивительная трансформация образа на русской пути. Посмотрим, как вся эта информация, накопившись к середине XIX века, могла наложиться на сознание великого поэта, сатирика и сюрреалиста Мусорского, думающего о смерти. Это вообще-то его идея фикс. «Номенты моря» всегда присутствовало. О потустороннем, об инфернальном, модное тогда словечко. Провести нам параллель нетрудно. Если мы чуть-чуть задумаемся на основе всей этой мифологии, приложено это к русскому сознанию, то параллель сама проведется, даже если я ее не артикулирую. Я думаю, что вы уже догадались. Потусторонний персонаж, подземные люди, пещеры, подземные миры, сюрреалистические существа. Кто это? Гоголь. В русском сознании это Гоголь, Гоголь и еще раз Гоголь. Вот мы попали в верный пункт назначения во времени и пространстве, в нашем путешествии. Во времени и пространстве и в сознании народов, национальностей, стран, людей. В русском сознании человека с гигантским талантом и умом Мусоргского вся мифология гномов могла воплотиться только через призму гоголевского сознания. Сознание русского Гои со всеми ужасами и всем прочим. У нас выстраивается встроенный ряд, который я не раз в своих лекциях упоминал. Это русские художники сюрреалистического направления. Это Гоголь, Мусоргский, отчасти Достоевский, Булгаков, Шостакович. Ерофеев. Этот ряд вы можете заполнять по вкусу, так сказать, по вкусу в кавычках. Но, во всяком случае, сюда могут войти и Сологуб, наверное, и отчасти Лесков. Короче говоря, это сюрреалистическое русское направление, музыкально-литературно-поэтическое. Это определенные сюрреалисты-психологи с такой дьявольской сатирической ориентацией, с талантами космической сатиры и иронии, воплощенной в сюрреалистических потусторонних художественных образах. Это совершенно очевидный ряд, это совершенно очевидное направление, которое уже после Гоголя сформировалось и стало философским русским течением, оригинальным русским течением мысли. Необычным, своеобычным. Это уже совсем не относится ни к Гой, ни к Европе, ни ко всем карликам и ужасам сюрреалистическим, которые я перечислял, или комическим, сатирическим. Это уже свое русское. На европейской почве возникшее интересное русское. Поэтому, когда мы переходим к следующему материалу, то здесь совершенно очевидна сатирическая, такая ёрническая музыка, в которой уже портретируется совсем не европейский гном и даже не внешне, а вот все уроды гоголевских строк. Душевные уроды, душевные калеки, карлики, русские карлики. Всеобъемлющий образ карлика, карлика духовного, карлика физического. Перейдем к следующим тактам. В 1868 году Мусоргский уже встретился с Гоголем. То есть совершенно очевидно, что он уже был сражен и заражен Гоголем, в хорошем смысле, как художник. Он написал уже значительную часть оперы на сюжет «Женитьбы» Гоголя. К концу 1868 года она уже исполнялась. Значит, за пять лет до появления картинок он был абсолютно в гоголевском мире уже. И настолько опередил время, что сцены, которые он уже приготовил и которые исполнял, и в кружке, и в более широких гостиных при более широком стечении публики, все сочли это курьезом и кривлянием. Попробуем пройти дальше. Мы уже видим здесь Носа, Собакевича и всех. Кого здесь только нет. Мусоргский, который лупит по фортепиано. Совершенно визуальный образ Бодеста Петровича. Но невозможно его не видеть. Поэтому классическими приемами фортепиано ни в коем случае нельзя это играть. Поскольку мы совершенно попадаем в другую эстетику. И становимся очень смешными, если мы до такой степени не угадываем дух композитора. Дух музыки, его присутствие. А здесь музыки присутствуют в каждом броске тела и рук. Особенно здесь. Ну кто еще может так шлепнуть по клавиатуре всей ладонью? Только Мандель Петрович, больше никто. Никакой европейц себе этого не позволит, который будет на цыпочках по немецкой школе это все исполнять. Здесь мы имеем совсем другое. С другим совершенно прикосновение. Все надо, конечно, по тексту выдерживать так, как хочет Модест Петрович. Я думаю, что здесь в этой интонации вы улавливаете, конечно, знаменитые интонации. Из блохи. Сарказм. Совершенно, так сказать, подписной сарказм мусоргский. Блоха. Еще раз блоха. На этом заканчивается внешнее построение образа гнома. А вот дальше, дальше как раз начинается, кто основной страшный карлик у Гоголя? Куда переходит русское сознание? Ви. Ви и только ви и больше ничего другого быть не может. Поднимите мне веки. Здесь уже идет совершенно очевидное повествование русского страшного карлик. Звучит. Совершенно визуально Продвигаемся До встречи Субтитры подогнал «Симон» 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 Феноменальная картина Феноменальная короткая картина Вот настоящее инферно То, что вот тогда было очень модное слово Когда вся интеллигенция подхватила Который потом так Достоевский часто использовал Инфернальность И леденящий Превращаясь в лед смерти Аккорд Совершенно доходящий до дьявольского Какой-то инфернальной страсти И как он появился из-под земли Так он и винчивается в землю Спроваливаясь сквозь В последней реплике Где Мусорский просит Со всей силой И провалился Совершенно фантастическое Меркнул все мефистофели европейские Все на свете Все инфернальное По сравнению с русским инферно Меркнет, потому что Не было таких способностей Передавать дьявольские силы Даже Лис, несмотря на все свои Бесконечные ухищрения Технические, прекрасные знания гармонии У меня симфонизм все равно Вот от того дарования Которое было у Мусорского И которое через всех Весь ряд философов Писателей, которых я перечислил Замыкающиеся на Шостаковиче И отчасти на Ерофееве тоже Который в леденящем ужасе Создавал свои Визионы Русских Страстей Ничего похожего Ни в чей Ни в музыкальной литературе Ни в литературе Написанной на понятийном языке Ничего подобного На свете нет Мусората Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 земли в атмосфере нашей жизни это вечно и сегодня это называется свингом во времена мусорского это называлось легким просветлением плавающим плавающим сейчас это свинка потом через тысячу лет как по-другому называться но это будет одно из базовых приятных человеческих состояний свет до что кстати сделала таким соблазнительным эту пьесу для джазменов они же все с ума сходят они конечно ничего не понимаю но как говорят животом чувствуют родное интуитивно они почувствовали вот эту вот свинга вас характерность текста которую проморгали все классики а вот джазмены они ближе к народу поэтому они быстрее это поняли конечно во всей полноте они оценить не оценили поскольку для этого нужно быть еще и психологом и русским литератором и историком и русским человеком но тем не менее многое было почувствовано многое было почувствовано джазменами серьезными поп музыкантами и не было почувствовано к великому стыду классическими исполнителями стыд стоит и еще раз ты вот в такую интересную картину складываются временные пазлы прострелы во времени фантастической гениальной интуиции когда из из а русского бедноватого салона прогрессивных полу билетристов по музыкантов просто очень умных и талантливых людей буквально с улицы простреливается время и попадает какой-то общем мировой тренд даже вот несколько тактов становятся рада начальникам направления свинга генератор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так замирая, плывя в пространстве, мягко свингуя, мы переплываем в Италию, в старый замок, который будет в следующей серии. Большое спасибо.